Учение Йоги Баджана, сила произнесенного слова. Время — это сейчас, и сейчас — это время. Величайшая мантра этой эпохи — держитесь. Высочайшая и самая эффективная энергия на этой планете — слово. Ничего выше его нет, ничего выше у него не будет, и ничего выше у него не было. Так что мы должны сознательно понимать силу слова. Когда мы понимаем силу слова и сами стоим за ним, тогда мы создаем слово, которое может сотворить для нас целый мир. Тот, кто не знает, как жить согласно своему слову, тот не знает, как жить вообще. Счастье никогда не придет к нему, потому что слово было у Бога, и слово сотворило этот мир. И если вы чтите слово, то вас будут чтить в этом мире. Подсознательный ум приобретает определенное воображение. Из этого воображения исходит устойчивое измененное состояние сознания, которое время не может стерить. Вот почему первыми мудрыми словами, которые Бог дал человеку, были слова «Я есть», «Я есть». Человек, будучи таким глупцом, запомнил только половину этой фразы. «Я есть», «Я есть» означает, что «Я есть», потому что «Я есть», потому что существует это «Я есть». «Я есть творение», потому что есть творец. «Я есть», «Я есть», «Бог» и «Я», «Я» и «Бог». Есть одно, вот о чем это высказывание. Если вы сможете стать бессильными, не имея силы говорить и не имея силы молчать, то, возможно, в это мгновение он ответит вам быстрее, чем вы думаете. Позвольте своему уму стать медитативным, очистите себя. Ни ваше тело, ни ваше сбережение, ни вы сами не останетесь навеки. Так что, начиная с этого мгновения и в течение всего дня, используйте свою энергию благородно, для того, чтобы воспринимать невоспринимаемое, чтобы слышать неслышимое и видеть невидимое. Он невидим, но вы часть его, а он часть вас. Попытайтесь сознательно предложить свое тело, свой ум, свою душу. Он может принять, он может не принять. Сегодня ваша красота лежит в принятии принципа, который не принимает никаких принципов. Станьте беззащитными, отпустите все, сократите себя до нуля, работайте со своим умом и прессуйте его, прессуйте, прессуйте и прессуйте до осознания этого нуля. Я был, меня не было, я есть, меня нет, я буду, меня не будет. Все ваше, слава ваше, природа ваше, окружение ваше, мир ваш, я ваш. Все стремится к непознанному, всегда стремится к непознанному. Возвысьте свое сознание до полного нуля. Меня не было, меня нет, меня не будет. Не позволяйте своему уму обманывать вас, потому что ваш ум и ваша душа в это мгновение должны объединиться. Где Гуру? Везде. Когда кто-то передает вам истину, то это Гуру. Забудьте о том, кто говорит. Истинное слово, истинная вибрация, истинный знак – это истинное руководство. Суть учения часто искажается ритуалами и временем, когда люди, знакомые с учением, не живут им и не делают его своим жизненным опытом. Каково основное слово? Существует семь первичных звуков, в которых записана вся музыка действительных вибраций человека. Са, ре, га, ма, па, да, ми. Вот и все. В этих семи звуках записана вся музыка, всей вселенной и отношений. В этих семи первичных звуках находятся пять основных звуков. Из этих пяти основных звуков получается одно первичное слово, которое было в начале, которое есть сейчас и которое пребудет вечно. Слова никогда не станут обыденными. Слова существуют в бесконечном начале каждого человека. При помощи слов вы заводите друзей. При помощи слов вы обращаетесь с самими собой. При помощи слов вы можете клеветать на людей. При помощи слов вы можете восхвалять людей. При помощи слов вы можете стать всемогущими. При помощи слов вы можете стать просто бесполезными. Каждое слово, которое вы произносите, обладает вибрацией, которая дает вам то, что у вас есть и что вам нужно. Так что будьте очень аккуратны, когда вы произносите слово. Потому что одно произнесенное слово может изменить любую человека. В начале было слово. И когда вы вкладываете в него свое сердце, слово становится тотальностью, любовью. Когда в нем нет сердца, это похоть. Наступит время, когда вы сможете слышать неслышимое, видеть невидимое, знать непознанное. Какие перемены вы сможете испытать в своем сознании и своей жизни, в своем поведении и в своем существовании на этой планете, в удовлетворении, в радости и в счастье. Это нельзя объяснить словами, потому что это будет ваш опыт. Конфета сладкая. Как сладкая? Я не могу сказать. Тот, кто съел конфету, знает, какая она сладкая. Так же, как вы не можете выразить сладость конфеты, вы можете только сказать, что она сладкая. Вы не можете и выразить радость своего существования в этой жизни, когда вы производите энергию собственной силы. СА-ТА-НА-МА Это составляющая определенного звука. Что происходит, когда вы вкладываете свою физическую энергию в создание определенного звука? Язык получает команду произносить его. Ушам говорится, чтобы они слушали. Глаза закрываются, чтобы медитировать на звук. Внешнее Я вынуждено общаться на уровне внутреннего Я. И тогда происходит единение. Высочайший дар, который может быть дан человеку в жизни, это слышать слово, произнесенное тем, кто искренне и с ясным умом целеустремленно верит в него и живет им. Любое общение, в котором нет сомнений, всегда очень эффективно. Слово – это не только то, что вы произносите. Это также выражение. Что вы говорите, когда вкушаете аромат розы в саду, воспринимая его глазами и ушами? Какова линия вашего общения? Как происходит общение с вами? Кто с кем общается? Я общается с внутренним Я, вашим собственным Я. Структурированное Я общается с внутренним Я. И кто отзывается на это общение? Вы сами. Тогда что находится выше вас? Ничего. Тогда почему вы ведете себя, как сумасшедшие, и сердитесь на людей? Что они могут дать вам? Для того, кто будет жить согласно своему слову, направленному в бесконечность, этот мир станет слишком мал. Он покажется таким же маленьким, как шарик для пинг-понга. Всякая вселенная будет танцевать на слове этого человека. Это эффект вибрации, которым обладает человек, потому что ваше окончание – это бесконечность. Ваше начало – это бесконечность. Все ваши неприятности случаются, когда вы перестаете понимать, что вы – бесконечность. Осознание бесконечности в конечном состоянии – это расширение ума. Это реальность ума. Вас заставляет говорить смесь вашей души, ума и тела. Это искусство вибраций. Если выключен ваш ум, вы не можете говорить разумно. Если молчит ваша душа, вы не существуете. Таким образом, именно смесь этих трех элементов заставляет вас вибрировать. Вы вибрируете в любом случае. Однако вибрация в форме коммуникации больше всего распознается, когда вы говорите. Слово было у Бога, и оно было связано с магией, чтобы сотворить эту вселенную и ее красоту. Слово с вами. Общайтесь, чтобы творить свой собственный мир. Человек должен понимать, что он центр вселенской души, потому что он часть этой вселенской души. Слово теряет свою красоту без него. Он теряет свою красоту без слова. Если вы будете медитировать на первичный звук, то увидите невидимое, услышите неслышимое, почувствуете то, что невозможно почувствовать. Все, что вам надо сделать за свою жизнь, это соединиться с тем одним словом, через которое вы можете чувствовать, что ваша конечная личность соединена с бесконечностью. Это все, что вам нужно. Научитесь в этом через любую религию, любого мастера йоги, через любого с вами, через мясника, через кого угодно. Научитесь этому. Вот почему говорят. Когда скромный, никому неизвестный человек медитирует на наам, четыре угла мира кланяются ему. Слово было у Бога. Слово будет с вами. Причина приведет к следствию. Последовательность приведет к последствию. Разговор – это не просто разговор. Разговор – это смесь триединства человек и эффект его вибрации. Если вы будете помнить о том, что Бог сидит на кончике языка человека, вы будете очень осторожно относиться к тому, что вы с ним делаете. Слово, произнесенное языком, может порезать сердце так, что никакое лекарство не сможет исцелить эту рану. А сладость, текущая с языка, может принести вам все богатство мира. Каждое слово, которое вы произносите, существует. Оно здесь. Это вибрация. Слово – это причина и следствие. Никто не может скрыться от слова. Осознание того, что мы не можем скрыться от слова – это наш основной долг. Я знаю человека, который говорил «Да благословить тебя Господь! Пусть твое здоровье поправится!» Добродетели этого человека были многочисленны. Люди с такими болезнями, которых нельзя даже вообразить, что от них можно вылечиться, исцелялись его словом. Так что мне стало очень интересно узнать больше об этом человеке. К моему удивлению, он всегда использовал только одно слово. И это было «Тухи, тухи, тухи! Ты, ты, ты!» Если вы дали ему пищу, он говорил «Ты, ты, ты!» Воду «Ты, ты, ты!» Шлепали его «Ты, ты, ты!» Через каждый опыт он проходил со словами «Ты, ты, ты!» Когда люди просили его прийти в дом к больному, все, что он произносил, было «По твоей милости будь здоров!» Его милость пребывает с тобой. Проходил один час, два часа, три часа, и человек поднимался. Это сила вибрации. Вы говорите через ум, а не только через язык. За этим стоит ваш ум, ваши мысли. Мы недостаточно ценим мысли. Если ум вибрирует с мантры, которую вы поете, эффект будет поразительным, точным, красивым. Когда вы говорите «Эк», то вся Вселенная смотрит на вас, как на «Эк». Когда вы произносите «Он», во Вселенной наступает весна, и семена дают побеги. Когда вы говорите «Каар», луна, солнце, звезды, все прекрасное, что когда-либо жило в ваших мыслях, становится для вас светом на пути. Когда вы произносите «Сад», вы ощущаете внутреннее сияние. Нам должно дать вам существование в смирении и простоте. Сири, чудо-творение должно быть признано вами. И после этого вы входите в состояние экстаза и восторга, произнося «Ва». И полное слияние происходит, когда вы говорите «Гыры». Если вы будете очень внимательно относиться к тому, что когда вы поете мантру, ум поддерживает воплощение звуков и слова, я не смогу описать, кем вы можете стать. Бог сидит на кончике языка святого. Когда святой говорит, Бог становится слугой его слов. Помните, что сказал Иоанн? В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. О человеке можно судить по его вибрациям, каким языком он говорит и как он общается с другими людьми. Вы можете понять человека по тому, как он произносит одно единственное предложение. Вы можете узнать, насколько божественен этот человек. Если он говорит на языке Вселенной, то он живет со Вселенским сознанием. Если в ваших словах есть силы бесконечного, и вы цените их, и они добродетельны, вы величайший из великих. Если вы не цените свои слова, вы сами ничего не стоите. Ваше собственное слово – это ваша ценность как человека. Ваше слово – это ваша ценность. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Загрязненный ум не дает человеку ощутить свое «Я». И иногда ощущение себя настолько ошибочно, что теряется самоуважение. Когда потеряно самоуважение – потеряно благородство. Когда потеряно благородство – потеряно слово. Когда потеряно слово – потеряна жертвенность. Жертвенность возможна только тогда, когда вы знаете слово. Если вы даете обещание, вы должны жить согласно этому обещанию. Если вы даете обязательства, то должны жить согласно Ему. Если вы знаете, что такое истина, то должны жить согласно Ей. А если вы не можете этого делать, тогда на что еще вы способны? Все должно меняться, и это закон Вселенной. Однако вы меняетесь либо для своих высших ценностей, либо для своих низших ценностей. Если вы меняете для высших ценностей, вы будете жить словом. Если вы живете для своих низших ценностей, вы предаете свое собственное слово. Когда вы предаете свое собственное слово, тогда вы предаете свою идею. И когда вы предаете свою идею, тогда вся Вселенная будет знать только одно – как предавать вас. Человек должен понимать, что внутри его собственной глубины находится слово, ощутить внутри себя. Без этого не существует мокти освобождения. Учитель всегда может дать вам технику, ноу-хау. Он может научить вас технике, но не может дать вам опыт. Он будет стоять рядом, когда придет опыт. Будьте добры к нему, уважайте его, почитайте его, дарите ему подарки, все что угодно. Мне не важно, что вы будете делать, потому что вы делаете это только, чтобы удовлетворить себя. Те, кто не знают, как жить словом, никогда не пребудут знания о том, как познать Бога.